Тема моего сегодняшнего выступления – роль отделения детской онкологии медицинского учреждения Б-уровня в организации медицинской помощи детям в федеральном округе. Но с Максим Юрьевичем мы договорились, что это будет своеобразный самопиар нашего центра и нашего отделения в частности, так как не все понимают, что мы работаем в структуре федерального центра, что мы работаем под эгидой национального медицинского исследовательского центра, что вообще в нашем центре онкологии имени Петрова существует детское отделение. Начну с определения, что такое третий Б-уровень. И я его взяла из порядка оказания медицинской помощи с онкологическими заболеваниями. Это оказание специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи, разработка, тиражирование новых методов диагностики лечения, диспансерное наблюдение детей с установленным диагнозом медицинская помощь в медицинских организациях третьего. Медицинская помощь предусматривает оказание и высокотехнологичной, и специализированной медицинской помощи. Кроме того, включает необходимость применения инновационных методов лечения, информационных технологий, методов генной инженерии, разработанных на основе достижения медицинской науки и смежных отраслей. Таким образом, основными видами деятельности нашего центра являются научные, научно-технические, экспериментальные разработки, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, образовательная и методическая деятельность. До недавнего времени мы не брали опухоли центральной нервной системы или козы, но на сегодняшний день мы располагаем всеми возможностями для лечения всех нозологий и всех опухолей у детей. Для лечения мы используем протоколы лечения, клинические рекомендации, стандарты, порядки оказания медицинской помощи, критерии оценки качества медицинской помощи. В нашем отделении используются апробации клинических исследований. В частности, мы являемся авторами апробации метод комплексного лечения лимфомы Ходжкина у детей и подростков. Остановлюсь немного на данной апробации. Начало использования данного протокола, названного СПБЛХ, приурочено. Началось еще использование этого протокола в 2005 году под эгидой профессора Бориса Александровича Калыгина. В данном протоколе проводится первичная стратификация пациентов на три группы риска в зависимости от прогностического индекса. Прогностический индекс представляет собой арифметическую сумму всех прогностически неблагоприятных факторов. В первой группе риска с прогностическим индексом 0,2 проводится два цикла полихимиотерапии по схеме ВБВП без алкелирующих препаратов и антрациклиновых антибиотиков. Во второй группе риска с прогностическим индексом 3,4 проводится четыре цикла в альтернирующем режиме ВБВП и АБВД. И в третьей группе риска шесть таких циклов. Использование данного протокола показало свою и клиническую, и социальную, и экономическую эффективность. В частности, общая, безрецидивная, бессобытийная выживаемость используемой данной программы были 96, 92 и 90% соответственно. Нами проведен сравнительный анализ всех рискодаптивных программ, которые были использованы в отделении с исторической группой МОП, и мы не видим каких-то особых различий в удаленных результатах, показателях выживаемости общей и бессобытийной. Таким образом, конечно же, на сегодняшний день рискодаптивные программы детской онкологии, они превалируют. Что касается социальной эффективности, то, учитывая то, что мы ушли от алкилирующих препаратов, снизили их кумулятивную дозу, снизили кумулятивную дозу антрациклиновых антибиотиков, нам удалось уйти от определенных отдаленных осложнений противоопухолевого лечения. В отделении проведена работа по оценке инфертильности после рискодаптивного лечения лимфомы Ходжкина и путем многофакторного анализа была создана, была выделена шестифакторная модель, факторы были ранжированы и соединены в шкалу риска инфертильности. И таким образом, перед началом рискодаптивной терапии лимфомы Ходжкина мы проводим еще стратификацию пациентов по риску инфертильности на группы низкого риска, группы внимания, группы повышенного внимания, что дает нам возможность уже до начала специфического лечения защищать и профилактировать бесплодие у девочек и у мальчиков. Таким образом, преимуществом данного протокола является, как я уже сказала, использование схемы полихимиотерапии ВБВП, не содержащей алкелирующих препаратов и антрациклиновых антибиотиков, снижение кумулятивных доз в группах среднего и высокого риска, использование большего количества прогностических неблагоприятных факторов и использование прогностического индекса. Кроме того, мы провели оценку экономической составляющей, и в нашей ситуации анализ минимизации затрат коэффициента эффективности затрат был минимален по сравнению с альтернативной рискодаптированной программой DALHD, и это позволяет рекомендовать применение данного протокола в качестве новой терапевтической стратегии. В 2019 году проведена редакция данного протокола. Мы, в принципе, как все, теперь используем вторую стратификацию на основании результатов ПЭТ-КТ, и эта стратификация проводится для проведения консолидирующей лучевой терапии. Современным направлением на сегодняшний день является поддержание достигнутых цифр выживаемости у пациентов низкой группы риска, антенсификация схем лечения в третьей группе риска, выделение группы пациентов, лечения которых можно избежать вообще применения консолидирующей лучевой терапии, но для этого необходимо выполнение ПЭТ-КТ после второго цикла индукционного лечения, чтобы и вычленить группу с ранним полным метаболическим ответом, и использование лучевой терапии в режимах Involved Note и Involved Side. Кроме того, в отделении продолжается лечение, органосохраняющее лечение мы используем, органосохраняющее лечение при ретинобластоме. Нами создана мультидисциплинарная команда совместно с офтальмологами. Мы используем в качестве локального лечения селективную внутриартериальную химиотерапию мелфаланом, интерветриальные введения препаратов мелфалана, лазеротерапию, криотерапию и так далее. С 2009 года в нашем отделении выполнено 57 органосохраняющих операций с последующим эндопротезированием коленного забедренного и плечевых суставов. Кроме того, в отделении используется такая уникальная методика, как химиоперфузия легкого плевра у детей. Что это такое? Это, грубо говоря, высокодозная терапия, которая проводится локально на легком либо плевре. Эта методика применяется у пациентов с остеогенами, с опухолями костей, с мягкотканными саркомами, с метастатически измененными легкими или плеврой. Такая методика проведена уже у 34 пациентов. Количество химиоперфузии составило 50. Но мы столкнулись с проблемой, каковы же критерии включения пациентов для использования комбинации метастазектомии с химиоперфузией легкого и плевра. И в отделении был создан индекс риска прогрессирования заболевания в легких у детей, основанный на пяти факторах. И вычленяя группу с высоким риском прогрессирования в легких, мы, конечно же, им отказываем в проведении данной методики. Гордость нашего учреждения – пациентка 13 лет, которая лечилась у нас с 2005 года по поводу остеогенной саркомы, максимального метафиза правой, больше берцовой кости, к сожалению, с вторичным изменением уже в легких. В 2009 году у нее была проведена правосторонняя торокотомия с метастазектомией 42 очагов и торокотомия слева с метастазектомией 28 очагов. Все это комбинировалось с химиоперфузией легкого препаратом цесплатин. И на сегодняшний день девочка жива без признаков прогрессирования уже около 10 лет. В отделении ведется работа по изучению герминогенных опухолей. Нами была введена ранняя стратификация пациентов на основании номограммы для диагностики пролонгированных кинетических параметров периода полуэллюминации, прогнозируем времени нормализации альфа-фетопротеина. И таким образом мы можем выбирать группу пациентов после двух циклов индукционного лечения, уже группу, которая требует интенсификации, экскалации препаратов и нередко проведения высокодозной полихимиотерапии с трансплантацией аутологичных клеток. Вчера очень много говорилось на секции по нейропластоме. Мы используем, несколько изменили программу консолидации и постконсолидации при нейропластоме в группе высокого риска. На сегодняшний день в консолидацию мы используем тандемную трансплантацию, а для постконсолидации мы используем помимо дифференцировочной терапии еще и иммунотерапию. иммунотерапия проводится анти-GD2 антителами. Проведено уже таких курсов 9 у 8 пациентов. И средний период наблюдения составил 25 месяцев, от 12 до 40 месяцев. На сегодняшний день погиб один пациент и остальные все живы без признаков заболевания. Как я уже сказала, в отделении начато использование высокодозной полихимиотерапии при различных нозологиях. Имея в структуре нашего центра лабораторию онкоиммунологии, грех было не воспользоваться ее услугами. И, конечно же, мы тоже начали активную иммунотерапию, дентритно-клеточная вакцинация. Сначала в данное исследование включались пациенты с резистентными, прогрессирующими формами заболевания. На сегодняшний день нам удалось включить данный метод в первую линию у пациентов с 4 стадии рапдомиосарком. Всего было проведено 76 ДК-вакцинацию 12 пациентов. В основном это были мягкотканные саркомы. И медиана наблюдения за пациентами в экспериментальной группе ДК-вакцинации составила 10 месяцев. Общая выживаемость 57%. Медиана до прогрессирования 3 месяца. Выживаемость без прогрессирования 48,5%. Таким образом, увидев, что эта ДК-вакцинация толерабельно, переносимо, приводит к достаточно неплохим клиническим иммунологическим результатам, мы инкорпорировали ДК-вакцинацию в протокол лечения глиом высокой степени злокачественности. Мы знаем, что это заболевание высокоагрессивное, с достаточно низким показателем выживаемости, не превышающим 20-25%. И на сегодняшний день данный протокол выглядит таким образом. Сначала проводится индукция химия лучевая в конкометантном режиме. И далее проводится уже цикловая полихимиотерапия с ДК-вакцинацией. На сегодняшний день мне видятся перспективы развития отделения в развитии направления аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, развития молекулярно-генетической диагностики с поиском герминальных мутаций при наследственном раковом синдроме, определение спектра соматических мутаций при споразических злокачественных опухолях, поиск фармакогеномных маркеров, обуславляющих индивидуальную генетически детерминированную чувствительность к лекарственным препаратам. И, естественно, разработку различных методов иммунотерапии, включая тикары, использование ингибиторов CTL-A4, PD-PD-L1 и включение ДК-вакцинации в первые линии для лечения солидных опухолей. Спасибо. Продолжение следует...